Секретарь Совета Безопасности Армении Армен Григориан заявил, что Россия захватила Нагорный Карабах, а потом передала его Азербайджану. Это он кто заявил? Секретарь Совета Безопасности Армении Армен Григориан заявил об этом сегодня. По его словам, в то время Армения полностью зависела от России, и именно поэтому Ереван оказался в этой войне. Пожалуйста, прокомментируйте его заявление. Я что-то не поняла. Вы серьезно сейчас читаете прям с листа? Он такой заявил? А в каком году это произошло, хочется уточнить. Это он, видимо, имеет в виду войну 2020 года, когда Нагорный Карабах перешел Азербайджан. Как этот человек называется? Секретарь Совета Безопасности Армении Армен Григориан. Хочется вернуть тот тезис, который был придуман с той стороны. Возможно, речь идет просто о какой-то секретарше. Тогда давайте перейдем ко второму вопросу. Нет, я считаю, что есть вещи, которые просто невозможно комментировать, не имея медицинского образования. Понимаете, у меня нет возможности применить какие-то навыки в этой сфере, но по-другому к этому невозможно относиться. Но главное другое, главное другое, главное то, что таким образом, являясь представителями власти, подобные деятели унижают свой собственный народ. Граждане Армении защищали свою территорию, отдавали жизни, полагали это исторически важным. Идеология Армении как государства долгие годы строилась именно на этих тезисах. Они ведь откликались на призыв государства, политических, общественных деятелей. Они ведь знали, за что идут в бой, за что жертвуют своим благополучием, за что обрекают своих жен и детей на вдовство и сиротство. И как можно их память вот таким циничным образом предавать, обнулять то, что ранее, я думаю, сейчас в Армении называлось подвигом. Кто дал право людям, очевидно, временщикам, очевидно, сидящим на подпитке извне, вот так оскорблять свой собственный народ? Ну, наверное, на этот вопрос должен ответить сам армянский народ. Но для меня удивительно, как люди могут таким образом не просто безответственно, а уничижительно относиться к исторической памяти своей нации, многострадальной нации, людей, которые прошли через такие исторические испытания, и в чьей памяти так живы трагические страницы новейшей истории.